Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Мои друзья в соцсетях передали мне информацию, что буквально на днях в Калининграде на острове Канта были раскопки, и там обнаружили на глубине 3 метра мостовую. Ну, и еще фрагменты зданий и фрагменты коммуникации. Вот это остров Канта, таким образом он выглядел до Великой Отечественной войны. Мы понимаем, что на тот момент была еще немецкая территория, Кенигсберг. А это остров Канта, возможно, здесь, где-то была могила Канта, того самого Канта, с которым Воланд говорил за завтраком. У мастери Маргариты, у Булгакова. Ну, куда же нам без Булгакова? К чему я это все рассказываю? Посмотрите на этот макет, как выглядел город до бомбежки. Разбомбили его в 1944 году полностью, кроме собора. Собор один остался. Насколько я понимаю, вот этот вот. Все остальное было полностью уничтожено, все здания. Вот все здания. Разбомбили его англичане, потому что он переходил в зону советской оккупации, и американцы-англичане бомбили все, что оставалось советским войскам, Советскому Союзу в зону оккупации. Граждан разбомбили, не пожалели, рука не дрогнула. То есть уникальный старинный город, его тоже разбомбили. Ну и вот этот тоже старинный город, потому что там культурный слой при других раскопках XIII века и так далее. Вот такой город, видите? Вот еще макет. Насколько я понимаю, вот этот остров. Кант. Это тоже макет. Вот так он выглядел до бомбежки. Это собор, который сохранился. Сейчас он выглядит вот так, вид сверху. Здесь у него река вокруг. То есть это парк стал. Эти зданий нет, кроме одного собора. Вот фотографии старые. Ну, чтобы иметь представление. Чтобы иметь представление. Жаль. Конечно, очень жаль всю эту историю. Герб – этот остров. А теперь сама заметка. Осколки прошлого на острове Канта раскопали Кенигсбергскую улицу в идеальном состоянии. Эта заметка, она сейчас во многих соцсетях. И там две фотографии. Сейчас мы их разберем. Вот эти только две фотографии, других нет. Значит, общая заметка. Стали известны подробности раскопок, которые велись в северной части острова в конце февраля. На глубине примерно трех метров глазам исследователей предстала добротная мостовая из идеально подогнанных друг дружки гранитных плит. Впечатлял и фундамент чугунной водосточной трубы, выведенной прямиком в ливневую канализацию. То есть ливневка еще была под мостовой. А не под ноги прохожих, как сплошь и рядом теперь. Тротуар был обустроен, по прикидкам специалистов, в первой половине прошлого века. Вот здесь не совсем понятно, прошлое веко это какого? 20 века? В первой половине 20 века и оказался на трехметровой глубине, либо все-таки 19 века, в то время, когда жил Кант. Вот Кант, он как раз жил в 1724 год и 1804 год. Вот Кант, наверное, скорее всего и видел эти мостовые. Здесь он находился, здесь он ходил. Вот здесь вот, да. А насчет 20 века вряд ли. Когда раскопки углубились еще метра на полтора, то есть ниже этой мостовой, обнаружились осколки керамической посуды эпохи Тевтонского ордена, приблизительно 15 век. Фрагменты глини накурились курительных трубок, скорее всего, из века уже 18-го. Биллоновую из плава серебра с медиумонетку, видимо, того же времени. В общем, можно считать, что наличие культурного слоя на Кнайпхофе, острове Канта, в итоге доказано. Ну и в других соцсетях уже ВКонтакте тоже есть эти фотографии. В принципе, написано все то же самое. Теперь нам надо рассмотреть фотографии, которые нам представлены. Что здесь может быть интересного? И я скажу свое мнение как исследователя, альтернативщика так называемого потопа всевозможных глиняных, глинозасыпав. Вот старинная фотография начала 20 века, замок, который, в общем-то, он был разрушен при бомбежке. Не знаю, полностью его восстановили или нет, но его восстанавливали. Вот такая красота была до бомбежки. Видите, какой старинный русский городок. Интересно же, интересно. Я хочу обратить ваше внимание на уровень. Он, в принципе, такой же и сохранился в современном Калининграде. Конечно, там от старого города мало что осталось, потому что, во-первых, был уничтожен бомбами. Очень сильно пострадал город. Зданий там осталось мало старинных. И в дальнейшем использовалось, насколько я поняла, не только с острова Канта, но и с самого города Кенигсберга. На баржах разваленные здания разбирали на кирпичи и на баржах перевозили в Ленинград для восстановления Ленинграда. То есть остатки Кенигсберга старинного, они пошли на восстановление Ленинграда. То есть один город, он стал донором, получается, другого города. Ну вот ничего не попишешь. Война такая, тем более эти англичане, англосаксы, в общем-то там ничего святого нет. То есть просто сделать назло. И, насколько я понимаю, бомбили они вместе с жителями, потому что жители оставались в своих домах. Многие, не все, наверное, эвакуировались. Была ли специальная эвакуация? Не факт. Поэтому, я так понимаю, что погибло очень много и местного населения. Ну, практически было уничтожено, которые там оставались, потому что стиралось почти под ноль бомбежками. Итак, вот этот уровень, он такой же и сейчас. Насколько я понимаю, может быть, меня местные жители поправят. Повысился ли уровень, общий уровень, или он остался прежним? Вот с времен этой фотографии. Итак, нам говорят, что на глубине трех метров была обнаружена гранитная мостовая. Вот они плотно подогнаны, литы. По всей видимости, стена какого-то дома. И хаотичный кирпич в грязи, в глине. И вот это то, что строительный мусор как бы считается, да, ну, вот этот культурный слой. Мусор, который на поверхности. Можно ли считать, что вот это все засыпало со времен войны? Или вот этот грунт, высота этого грунта, он, ну, на мой взгляд, он такой же, как и в Москве. Допустим, где-то 20 сантиметров, 20-30 сантиметров, 25 приблизительно. Но он соответствует возрасту 170 лет в Москве, по крайней мере. Вот такая высота плодородного слоя. И относится к 19 веку. По моей версии, к дате где-то 1860 года. Глина засыпа. Поэтому я исхожу из того, что вот это все, оно не во время Великой Отечественной войны появилось. Мы видим на фотографии фрагмент острова, и он выровнен. Выравнивали ли его специальными машинами, очень сильно сомневаюсь. Я так полагаю, что это и был уровень на момент бомбежки. Это моя версия. А вот этот вот кирпич, он остался от предыдущих строений. От другой катастрофы. Если бы ему можно было рассмотреть, то, скорее всего, он тоже имеет горелость. Тонкую пленку, возможно. Если бы его сдали на радиацию, в лабораторию, посмотреть, есть ли там остатки радиации. Что здесь глина, больше глины или грязи. Какой здесь состав, по фотографии не совсем понятно. Хотя вот как бы глина, такое ощущение, что глина здесь присутствует. То есть вот фрагмент здания и настоящий мостовой. Все-таки 3 метра для общего вот такой огромной площади, 3 метра насыпного грунта, скажем, сверху, это многовато для Великой Отечественной войны. Потому что здания, они не оставались здесь, их не разравнивали, а кирпичи вывозили. И строительный мусор потом вывозили, потому что дороги, мы потом посмотрим, будем сравнивать. Общий уровень, он как бы вот такой, так и есть, современный. То есть на момент войны и на сегодняшний день он вот такой. За это время где-то немножечко наросло плодородного слоя. Но этот плодородный слой, он однородный, он ничем не прерывается. И еще раз повторюсь, размер этот соответствует не 80 годам, а где-то 160 годам. Так что этот слой нарастает с 19 века. Вот еще одна у нас катастрофа была. Но ее очень легко подвести под Великую Отечественную войну. Потому что здесь вот все в этом кирпиче тоже завалено. А Кант, скорее всего, ходил по этим дорожкам. Хотя, возможно, историки будут утверждать, что эти дорожки появились в начале 20 века. Я считаю, что трехметровый засып, он невозможен, нереален с начала века. Вот еще здание, однозначно здание. И фрагменты трубы. По всей видимости, раскопки были еще и дальше вниз. И там обнаружились уже керамические трубы. То есть более высокий уровень цивилизации. Здесь вот чугунная труба. То есть керамика была. Керамика, кстати, встречается и в Москве на раскопках. Просто об этом не говорят. Цивилизация была, у них были керамические трубы. Чугунные тоже были, но и керамические. То есть очень надежные, долговечные. И лимневка была, которая уходит вниз. То есть, значит, под ней есть еще слой и уровень. Вот они там находят уже 18 век. Вот под этими плитами и глубже. 14 век, 15 век. Вот такой разброс примерно. Более подробной информации пока нет. Может быть, она появится. Интересно. Это уже по размерам бы посмотреть кирпичи. Ну, неясно. По фотографии эти размеры. А теперь мы будем все-таки рассуждать, права я или не права. Для этого нам нужно посмотреть фото военные, послевоенные Калининграда. Так, еще раз смотрим уровень. И да, когда-то в наших группах исследовательских несколько лет назад мы разбирали города по поводу уровня засыпанных окон. И Калининград тоже, естественно, разбирали. И там тоже были фотографии. Люди присылали, которые ходили уже по современному городу. Но там, где оставались старые здания, и они тоже были под засыпом. То есть, это повсеместно. Это не только в Москве или в других городах европейских. Ну, и там, на Западе, тоже имеются вот эти засыпы. Поэтому сказать, что все под бомбежкой невозможно. То есть, где-то была бомбежка, где-то ее не было. Но старинное здание находится с окнами в земле. Это есть повсеместно. То есть, какая-то была большая глобальная катастрофа. И в результате которой города оказались под таким засыпом. Здесь, в данном случае, он всего лишь 3 метра. Есть 10 метров, есть даже 30 метров. Есть 6 метров. В Чехословакии там 6 метров. Вот я нашла статью местного жителя Калининграда, где он показывает, что дома засыпаны, и именно глины. И что глина – это некультурный слой. Вот он показывает конкретные раскопки, которые уже засыпают и заливают бетоном. Вот вам, пожалуйста, свежие доказательства. И даже вот сваи какие-то задневшие были найдены на большой глубине. Так что Калининград также засыпан глиной. Глина – это некультурный слой. Я хочу сказать, что я побывала в Калининграде в 1980 году. Как раз шел 25-й съезд КПСС, по-моему. Я попала в Калининград. Я была с аэродрома вместе с пограничниками, с незнакомыми. Меня привезли к каким-то людям замечательным. Это были родители призывника. И я ехала по ночному городу вместе с ними. И привезли они меня в старый город. Люди жили… Я запомнила эти трехэтажные примерно дома из красного… Вернее, почти черного кирпича и острыми крышами. Старинные-старинные дома. Вот на фотографиях я их уже не встретила. Сейчас пишут, что город, современный город, он практически вытеснил старый город. Не знаю, что там от них осталось. Но я не нашла, вот чтобы полностью соответствовало той моей картинке, воспоминаниях, я не нашла таких фотографий старинного города. Вот так он сейчас выглядит. Ну, а здесь где-то на острове мог вот Воланд разговаривать с Кантом. Здесь он как раз с мастером Маргарите на Патриарших прудах рассказывает историю о том, как он беседовал с Кантом за завтраком. Современный Калининград. Вот примерно такие крыши, мне помните, только это были трехэтажные здания. Сейчас вот современные здания подступили прям-прям к старинным зданиям. И они не были побелены на тот момент. Они были прям темные, черные, обожженные кирпичи. Вот такое осталось впечатление у меня в памяти. Ну, где-то вот примерно такие, наверное, дома были. Вот в одном из таких домов. И жили замечательные люди, которые меня приютили, родители. Потом накормили, потом отправили рано утром. Надо было мне ехать тоже к парню к одному. Багратионовск. И говорили, что на обратном пути, чтобы я обязательно у них остановилась. Но я постеснялась и не стала останавливаться, переночевала в аэропорту. Красивый Калининград и, конечно, старый город. Он отличается. Он чем-то на Выборг похож немножечко. Ну и современные дома, Брежневки заполняют. Конечно, было бы интересно, если хотя бы крыши делали в таком же стиле, чтобы сохранили какой-то рисунок этого прусского городка. Ну, теперь будем разбирать наш общий уровень. Вот еще развалины. То есть фотографии, по всей видимости, только-только. 60-х годов тоже восстанавливают какие-то дома. Строится современный замок, еще не восстановлен. Ну и вот только деревья сажают. Общий уровень. Здесь тоже давайте посмотрим. Разрушенный город. Освободили его от мусора, от строительного. Но не видно того, что он поднялся на 3 метра. Вот он как были дороги, как был старинный мост, переходит в дорогу. Так он и есть. Нет здесь никаких трехметровых засыпок. Вот после войны. Соответственно, тот засып, он произошел в 19 веке. Еще какая-то катастрофа. Видно, что разбитый кирпич, его много. И, скорее всего, там еще и есть человеческие кости. 100% они там должны им попадаться. Просто будут молчать. Потому что им надо как-то объяснять эту катастрофу. Но мы видим по фотографиям сразу послевоенным, что вот старинный мост. Как был уровень, так и есть. Возможно, что какие-то здания восстанавливались. Вот кое-что, кое-что осталось. А что-то просто вывозилось для того, чтобы восстанавливать Ленинград. Вот еще здесь уровень, опять-таки, у нас дороги как были, так и есть. Вот строительный мусор убран. Здесь нет никаких трех метров. Грязюка вот есть, машина вязнет. Просто убирается. Еще посмотрим. Прокладывают трубы. Опять-таки, это старые дома, которые восстанавливают после войны. Вот они как были, первый этаж, вот так он и есть. Уровень не поднялся. Общий уровень остается. По-моему, это ясно. Что еще? Вот примерно такие дома, я помню. У меня в памяти вот такие дома остались. Опять-таки, старое здание и тот же самый уровень. Никаких трех метров. Вот он у нас, насколько я понимаю, остров Кант. Восстанавливают его. Его очистили от мусора. Здесь были здания, которые разобрали на кирпич, подъезжали баржи и вывозили в Ленинград. И думаю, что с другими зданиями в Калининграде, с развалинами, вернее, то же самое. Уровень, как был, вот он у нас, один уровень и остается. Но на глубине трех метров, вот смотрите, если мы эту глубину, три метра, на которой делают раскопки, вот на этом острове, если мы ее уберем сюда вниз, то у нас будет полное затопление. Все это может оказаться практически под водой. Предполагаю, что и уровень воды в 19 веке тоже поднялся с этой катастрофы. Моя версия в том, что тот трехметровый уровень, на который сделали раскопки, шурфы, где нашли старинную, не знаю, насколько она старинная, мыстовая, она принадлежит и была построена не в 20 веке, в начале 20 века, а в начале 19 или в конце 18 века. Вот еще мы тоже видим уровень воды и мусор. Все, что осталось от бомби, вот убирается частично, но это не три метра. Просто разгребается, мусор вывозится, дорога остается, как была, так и есть. Еще подтверждение. Вот он, замок. Вот он, замок. Похоже, что тот же самый уровень остался. Получается, что вот это все разрушено было, осталась башня, какие-то фрагменты стены вот этого замка. Опять-таки один общий уровень. Возвращаясь к раскопкам, вот все подчистую вывезено, выровнено, но это такой же уровень, как и здесь. Вот здесь его разровняли, похоже. А здесь нет. Вот он, общий уровень. Здесь нет трех метров, и там нет. Невозможно такие пространства выровнять. Кусочек, какой-то фрагмент можно выровнять. Но видно, что он не выше вот этого берега. Поэтому делаю вывод, что вот этот слой с этим битым кирпичом это результат предыдущей катастрофы, а не Великой Отечественной войны. И вот эта гранитная мостовая, та самая, по которой прогуливался Кант. Я полагаю, что она была еще в XVIII веке построена. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Пишите свои комментарии, пишите ваше мнение. Хочу сразу сказать, что все хамские переходы на личности я удаляю, блокирую, и чтобы мне больше под ногами, что называется, не путались. Только адекватные люди, которым интересна эта тема, и которые с уважением относятся к чужому мнению. Благодарю вас за внимание. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на все мои каналы. Благодарю всех, кто поддерживает мой канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok